Приветствую вас и давайте попробуем последовательно ответить на те вопросы, которые вы задаете. Ну, во-первых, общая ситуация, что девочка вам как бы изменила, хотя про измену вы откровенно не пишете, просто пишете, что она встречается сейчас с тем и с вами. То есть, я так понимаю, что вы имеете в виду измену. Значит, в первую очередь, так, первый вопрос. Зачем она так делает? Зачем пользуется вами? Ну, собственно, на этот вопрос вы ответили себе сами из меркантильных целей. То есть, она знает, что вы, во-первых, купите много подарков, во-вторых, вы ее за ней ухаживаете. Вы, там, ее поддерживаете. Вот она напивается, вы ее, там, отнесли на руках и прочее. То есть, вы ей нужны как человек, который полностью уступает для нее опорой. Вы для нее, по сути дела, незаменимый инструмент для жизни. Вы ей поможете, и позаботитесь, и подарков купите. Ну, в общем, вообще идеальный человек. Знаете, наверное, любой из людей хотел бы такого же, как вы. Я здесь без привязки к любому отношению говорю, конечно, но тем не менее. И поскольку женщины достаточно практичные существа, то было бы с ее стороны глупо вас стерегать. Но вполне вероятно, что вот эта вот ваша тотальная забота, а не девушку из балована, поставила ее на то направление, что вас можно ни во что не ставить, вас можно просто использовать и так далее. Ей это выгодно. Ей это выгодно, и именно поэтому она вам не говорит, что не любит вас. Может быть и не любит, но если она откажет вам об этом, она потеряет очень серьезный прирост, очень серьезный коэффициент полезного действия в отношении себя. Девушка этого не хочет. Не хочет их терять. Вас как спонсор. Она вот понимает вас как спонсор. Что касается другого парня, то я надеюсь, что вы понимаете, он ей дает что-то, чего вы дать не могли. Не можете или, может быть, раньше давали, а теперь-то их перестали. Прежде чем говорить о эмоциях, давайте сперва спросим так. А что ваша девушка может получать от этого второго мужчины? И будет лучше, если вы ее об этом напрямую спросите. Скажете, что, значит, в курсе ее интриги. Скажете, что в курсе она встречается с другим. И спросите просто, почему она это делает. Уверен, она вам на этот вопрос выскажет свою версию. Ее версия и будет означать несколько вариантов для вас возможных решений данной проблемы. Эти решения, кстати говоря, и отвечают на вопрос о том, как отпустить негативные эмоции. Вам девушка будет сказать, что она совершила ошибку, что по ошибке поднавалась не была, ну, может быть, напилась, может быть, что-то еще, и вступила в отношение с другим мужчиной, теперь не может из них выйти. То есть она хотела бы, но не может. Может быть, молодой человек как-то ее там шантажирует, удерживает, или что-то еще. Вот, боялась вас признаться, боялась, что вы ее брызгаете, продолжает вас очень сильно любить, но просто отступила. Видите, что она рассказывает вам, видите, что она переживает, видите, что действительно хочет быть с вами, не хочет быть с тем мужчиной, решайте вопрос с этим человеком, задаете условия для того, чтобы ваша девушка освободилась от тех отношений, и тогда у вас все англаживается. Да, она отступилась, да, она, в общем-то, совершила очень плохой поступок, она вас предала, но это было критическим переживанием, и данное критическое переживание позволило ей для себя понять одну важную вещь, что она вами дорожит, что она вас любит, и терять вас не хочет. Это очень важный момент. Это важный момент, который означает продолжение ваших с ней отношений. Но если никакого раскаяния вы не видите, если вы не видите, что отношение девушки как-то изменилось к вам, если вы не видите, что взаимодействие с ней уже не такое, как было раньше, то вот тогда можно говорить о том, что в действительности та девушка, которую вы знали, в действительности тот человек, с которым вы встречались, его уже нет. В действительности можно констатировать тот факт, человек, который, с которым вы встречались, живет только у вас в сознании. И это может говорить только о том, что, простите, но вы заблуждались. Заблуждались насчет нее. И тогда можно говорить так. Во-первых, никакого предательства с ее стороны не было. Как такового не было. Да, я понимаю, вам, может быть, сложно будет принять этот факт. Понимаю, что вам будет, наверное, очень тяжело его осознать. Но, тем не менее, если человек не сожалеет о том, что он сделал, если человек не раскаивается, то он вас не предавал. Нет внутреннего барьера с его стороны. Значит, и предательства как такового нет. Оплодникает вопрос, почему вы сами рисовали для себя идеальную картинку этого человека, идеальный образ этого человека, на чем он был основан, и какие свои желания вы в него вкладывали. Вот в этом, об этом и нужно вам говорить. Так можно и нужно отпустить ваши негативные эмоции. Ну, те самые, которые вы говорили. Те самые, о которых вы пишете. И вот об этом, об этом и идет речь. Понимание того, какие желания свои вы вкладываете в эти отношения. И как только вы эти свои желания поймете, как только вы эти свои стремления осознаете, и научитесь достигать их самостоятельно без девушки, то тогда можно и нужно будет говорить о том, что вы отпустите негативные эмоции. Потому что, если бы вы к ней относились искренне, к девушке, то, ну, срежается она с другим. Ну, хорошо. Это мой любимый человек. Любимый человек. Я ее люблю, люблю. Я для нее делаю какие-то вещи. Почему? Потому что я ее люблю, я так хочу. И мне не важно, как она относится ко мне. Я делаю это, потому что делаю. Потому что ее это делает счастливой. Если она другим, значит другой делает ее более счастливой. Значит, я ее отпущу. Вот так рассчитывает человек, который независим в отношениях, который испытывает безусловное чувство к человеку. Безусловное чувство к девушке в данном случае. У вас этого безусловного чувства нет, значит, нужно работать с условиями. И работать с условиями, осознание вашей личной заинтересованности в этих отношениях, так же, как от счастья и у нее, и поможет вам избавиться от негативных эмоций. На этом все. Надеюсь, что помыл к вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...